Всем огромный привет! Сегодня в кое-то веке будет ролик про мужскую парфюмерию. Это я выполняю запрос от моих подписчиков-мужчин. Мне просто прямо так и попросили сделать что-то подобное к 23 февраля. Во-первых, я давно не снимала влогов. Ну и недавно я познакомилась с нашим коллегой, можно так сказать. Тоже коллекционером, увлеченным человеком Дмитрием. И он мне как раз таки и предоставит вот эти вот ароматы. То есть принесет несколько парфюмов очень классных. И будем пробовать, и я буду говорить о них что-то, какое-то свое мнение. Решили немножечко разнообразить задачу и зашли в гости к Андрею Гридасову в бутик парфюм-арт. И он тоже сейчас добавит аромат, который считает, что было бы очень классно в качестве мужской подборки. Так, ну давайте. Это у нас получаются ароматы типа хитов? Это хиты среди эксклюзивной и приватной линейки Форд, Шанель и Диора. А это то, что вы нам подарили? Это я свою подборочку, да. Да. Ну давайте вот с этого начнем. С Том Фордика. Да, с Том Фордика начнем. А что это у нас? С Ускан Лейсом? Это легенда, да? Легенда, аромат очень старый. Но я его не пробовала. Это хит хитов, хитом погоняет. Здесь не все хиты, я так скажу по секрету, но вот это хит. Так. Недерюга. Ну малинки здесь не так уж и много. Я ожидала, я же ни разу не пробовала. Я ожидала, что здесь будет более малиновая такая штука. Не, не, ну для мужчин все-таки. Да, все-таки я это и хочу сказать, что он больше для мужчин. Здесь же база богатая такая. Это вот Эсти Лаудер лучшие в Том Форде, лучшие в своем проявлении. Тогда они были вот такие. Вот как раз появилась потом Орхидея. Ну и так всем видно, что за кадром Андрей. Да, Андрей за кадром, так что вы на нас не ругайтесь. Не роль, а протофина Фордика. Да, я уже чувствую. Мне даже очень интересно, почему он выбрал этот легкий аромат летний. Ну вот именно на лето он очень заходит. Такой одеколомистый. Да, такие ситрусы, такие нерви жесткие. Ну я бы знаешь, что сказал. Вот тем, кому может быть винтажные нерви, кого пугают, у Форда они всегда немножечко такие юные, я вот называю их, да. Они такие с макияжиком, потому что вообще нерви дорогие, если брать от классических брендов, они будут хрустящий, звонко, очень такие прям вот, прям вот. А здесь всего вот такой вот. Ну мне нравится. Да, мягенький романтик, хороший. Вообще версия Форда протяжная более, да. А стойкость подольше будет. Для белых рубашек вообще отличный роман. Что такое? Давай я, мой любимчик Сикамор. Женщины его тоже очень любят. Я думаю, что твои пользователи этот роман знают, он старый. Он и для мужчин, и для женщин. Сейчас попробую, скажу. Это вот ветивер. Хотя в новой версии он более женский, на мой взгляд, стал. Ну это вообще... Это парфюмерная вода. Там ирисы есть какие-нибудь? Нет, вот этот уже стал мягче. Ну может быть после вот этого, да. Ну нервы ли всегда такие ревущие немножко. После ребрендинга, то есть и выпуска парфюмированной води, он стал ближе к женщинам. То есть туалетная вода была более деревяшая. Я бы даже сказал, прям деревяха с ветивером-ветивером. Они здесь все округлили, и поэтому он стал более комфортнее в носке и на мужчинах, и на женщинах. Ну такой влажный, да, немножко как лесной. Ну ветивер всегда будет такой. Землистый, да. Там и дымность есть небольшая. Ну дымность типа кончуствую. Я чувствую, что он такой сладковатый, древесный, свежий. Это очень приятная вещь, пятибалльный аромат. Крисофер Шелдрейк помогал Польже его делать. Да, и он, кстати, унисач. Один из хитов той линейки, да. Конкретно. Конечно, не секс. Без проигрышных вариантов можно даже брать слепую. Да, сказал Лука Турина Секамори. Если вам этот аромат не нравится, значит вы эти жилобольные. Так, ну тут все здоровы. Вот это так и есть. Это бомбический ударный аромат презентационного типа, красивый. Хотя у меня с ним проруха была. Я пришел к девушке с туалетной водой, сильно перелил. Она мне сказала, что ненавидит древесные ветиверы, и это ужасно. Я пришел скупаться. Так, давайте следующий мне набрызгайте. Какой-нибудь супер-хит. Это Рожедав Реклес. Ну вот, как раз иди он к нашему зайцу. К нашему зайцу, да. Ой, смотри, какая. Леденцы какие-то. Один из моих любимых среди Рожедавовских. Ну что там? Там он такой весь переливающийся. Да, он переливается. Тут и кожаные оттенки, и специи. В общем, очень красивый. Рожедав создавал вот его. Можа и специи начинают потихонечку открываться. Ну, как бы я скажу сразу, что это аромат сдержанный, да. И немножко все-таки в старой школе сделан. Да, да. Он чувствует, что это проклассический. И таких ароматов, вот он правильно Кристиана назвал их, да, легендарный. То есть, это не новаторская работа. Это, так скажем, возврат к прошлому. Мягкий фужеристый такой ароматик. Нормально. Это вариация Eau de Parfum. Хотя, стоп. Нет, это у меня духи. Это духи, да. Это духи, судя по фалаконам. Ну, он такой серьезный уже, вот этот парфюр. Это для серьезных дядей. Да, да. Это не молодой. Мальчик может носить, но если он себя будет сам чувствовать уверенно. Смотри, я не верю, что духи там для каких-то старых или молодых. Нет, я просто говорю об образе. Да, это образ, кавычки, да. Но мы делаем духи, а не духи нас. Они нам могут, конечно, помогать, как некий такой транспорт, да, становиться с кем-то другим. Но на самом деле мы тоже можем стать другими. И не с тем, если вы представляете, молодой парень закурит двухметрового роста в таком аромате. Там 95-летний. Да там бабы сразу потекли и все. С ком записан. Роджер же, да? Да, Роджедав, Элизиум, Парфам Колония версия. Тоже мечта мужчин, да? Один из самых популярных среди мужчин. Многие его сравнивают с Авентусом. Ну, на мой взгляд, не особо они похожи. Да, вообще не похожи, если честно. Ну, очень, мне тоже показалось, что не похожи. Очень понятный, очень кайфовый. Да, вот это вариант дорогой попсы, в хорошем смысле этого слова. То есть аромат на самом деле очень, ну, как Блю де Шанель, да, то есть он будет заходить всем. Для этого он был и сделан. И качество сборки его очень... Кстати, да, правильно поступил, он не стал изобретать что-то нового. Он топчется там, где уже протоптались другие. Да, здесь и от Авентуса кусочек хвостик, еще от чего-то хвостик. И вот так он... А мне вообще что-то из женского люкса напоминает? Из женского люкса в том числе. Чуть-чуть, чуть-чуть. Вот эти вот ароматы. И у девушки смогут. Да, да. Ну, девушку, я считаю, будет, она как будто с парнем все-таки обнималась. Ну, да, тут есть вот этот вот антикалонный оттеночек. Да, да. Она как будто была в своих духах, а я еще обнял надушенный парень. И вот это вот все смешалось. Да. Ну, не очень, на мой взгляд. Ну, опять же, какая девушка. Здесь в верхах черная смородина. Наверное, она дает схожий с Авентусом. Может быть. Да, там ананас, это же стяной. Да. Ну, мне не похож на Авентус. Нет, все ходы записаны. Ребят, придумать что-то новое в аккордах. Они уже у компании давно сделаны. И есть логика самого парфюма. Она ведет к тому, чтобы ты повторил какой-то аккорд. Это нормально. За нами не пустыня. Это как в музыке. Ну, сколько можно уже собирать, 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 собирать. Да, материалы меняются. Это дает какую-то новизну. А так наработано за столько лет парфюмерного искусства. Наработаны уже готовые, действительно, шаблоны какие-то, которые используются. Ничего в этом страшного нет. Другой вопрос. Работает аромат. Задает настроение. Приятен тебе. Ну, и слава богу. Похож он там на что-то или не похож. Ну, прекрасно, что похож. Так, давайте дальше. Ну, подожди, я скажу про то, что я бы, например, выбрал... Я бы эти ароматы, они классные, но себе не выбрал. Я бы выбрал скандал и фетиш. Это будет следующий вопрос. Вот, мне скандалы фетиша, у Давы, я считаю, что это, наверное, лучшее. Потому что для меня они слишком, как бы объяснить, рафинированные. В ретро, да. Мы можем снять отдельный ролик на именно Рожедововске. Может быть, попробуем. У Давы одна беда, это ценовая группа. Так бы, я считаю, что это продавалось бы на ура и просто летало бы. Ну, и я не работаю с брендом, но не хочу пока. Пока не хочу. Так, а вот это вот что? Это Амброни, Диор. Приватная линейка их. Кстати, я скажу, Диор был первый, кто сделал эксклюзив, да? Из люксовых таких брендов. Давайте попробуем Диор. Здесь роза и... Он такой прозрачный прямо. В сравнении. У Диор даже почули, если мы Империал возьмем какой-нибудь, он не будет лютым. У Диор всегда вот стильненько. За это их иногда ругают там и так далее, что нет, вот как бы, они ничего не дали. Ну, это такой вот, он повседневный аромат. Ну, я даже не могу понять, чем он пахнет. Роза плюс, если не ошибаюсь, ну, здесь Амбровый аккорд, достаточно тривиальный, да, из лабданума собран там, из сладких смолок. Я, честно, из Диоров, конечно, из эксклюзивных любил Ануара Деколон. А сейчас вот по-другому раскрывается уже слаще. Вот, это мой любимый лавандово-лакричный Ануар, который делал, когда Хадис Лимон руководил Диором, и Курджан делал для него два Деколона. И вот Курджановский Ануар, конечно, это моя самая главная любимка во всей эксклюзивной коллекции Диор. И Буадарджент мне нравится, кстати, да и Пачули Империал. Вообще Диор хороший, крепкий. Как бы там, где машины ругали, что он типа мудак, ой, извиняюсь. Нет, это дорого, это действительно в хорошем смысле слова красиво. Рафинированно, вычищено, но он и не обязан там. Так, давайте имлисяе попробуем. Это Блю Сатим. Новая. Сейчас новинка вышла, вот только зашла в Питер. Так, и я вот по этим ароматам скажу, кто у меня фаворит. Сейчас ты будешь перенюхивать, а потом скажешь. Ну, хорошо. Обманешь нас. Ладно. Аромат хороший все, хорошие ароматы. Представьте, сравнивайте с Авентусом, на мой взгляд, он еще менее похож, чем у Лизиума. Ну, может быть, тут чуть-чуть что-то вот такое ананасовое есть. Не, ну, просто поймите, вот эти Авентусолюбы, они же как упоротые. Везде ищут Авентус. Да, они же везде ищут Авентус. Есть, есть ананасик, но это не Авентус. Я не могу только одного понять, но если тебе нравится Авентус, возьми Авентус. Зачем тебе искать что-то еще? А другой вопрос, тебе нравится вот эта история, тогда вокруг нее фруктовых вот этих фрижеров, да? Ну, танцуй тогда их много. Ну, он прикольный такой вот, летний какой-то. Да, да. Вот тоже хороший, что это. Я тоже люблю, что он очень хорошо нанюханный чувак. Сикамур, мне понравился. Сикамур вообще без просьбища. Сикамур, это, я, наверное, там, из всего, что здесь стоит, да, наверное, будет прям намба-лам. Он и дедушкам, и мужчинам прям топочек. Ветиверы либо нравятся, либо нет. Но здесь он очень мягкий. Мне нравятся ветиверы в принципе, и этот мне тоже нравится. Он очень классно осенью, когда температура где-то 10-12 градусов и дождь, вот, влажность им нужна. Он раскрывается во влажности просто. Это что, не роли? Ну, в разное время, да, попробовать. Я вот тогда попал как раз летом жарким, но в летом жарким не очень. Не роли, портави. Да, осень, весна, вот, это отличное время. Я бы своему папе подарила, я бы не роли Портофина Форда. Он такие любил. Ну, это такой настоящий декабрь. Ну, ты знаешь, вот сейчас, я тебе скажу, с руки, Элизиум проигрывает вот этой штуке. Да? Однозначно, это лучше. Лучше? Однозначно. Вот если градацию все-таки. Конечно. Он красивый, Элизиум, но это вот, когда вот, надо посерединке куда-то стрелять. И Тосканская кожа мне нравится. Ну, Форды мне оба понравились, понравился Шанель. Как-то вот они все у меня в одном... Тоскан Лезенш не случайно была одной из самых популярных ароматов. Это же потом понаклепали других. Да. Люди просто подзабыли. А это был лидер продаж. Смотрите, что, вот это повседневка очень классная. Повседневка, это можно и набалывать. Ну да, ну мне это нравится. Вот это такой секси. Эксклюзивная коллекция. Ну да, мусор вынести. Да, мусор вынести. В эксклюзивной коллекции Шанель. Да, да. Практически. Да, вот этот вот такой секси, вот этот аромат. Но он не на каждом будет так смотреться. То есть надо еще немножечко... Соответствовать, да. Ну, у меня образ такой. Ну, я прям костюм рисую здесь. Скажи. Нет. Такой немножко, немножко даже... А мне нет. А мне вот курточка. Курточку все-таки, да? Курточка, да. Костюм, это у меня вот фордовский. Это вот конкретно сам форд в его костюме. В черном нравится. Да, но я имею в виду, что... Он мне не нравится для себя. Для себя. Ты говорила, что там женщины его носят. А мне представляется это с мужским ароматом. Все-таки вот этот выиграл. Мне роли Портофина тоже классные. Так. Слушайте, мне сложно сделать этот рейтинг. Ладно, я вот так. Один, два и все остальное. Они все интересные. Они просто все в разных ситуациях. Это моя троица, а это все остальное. Этих вещей нам все время к мылу кидает. Дорогое мыло оно так и пахнет. Вот это вот моя четверочка. Из того, что мы не ухали. Даже четверочку все-таки себе выбрала. Не стало пацанский, брат. Нет. Ну ладно. Все. Так, я еще хотела показать. Мои фавориты женские. Вот, смотрите. Они все. Потому что обычно видео про мужскую парфюмерию плохо просматриваю. Чтобы девочкам было тоже интересно. В чем можно было бы встретить своих мужчин. Ну смотрите, у меня фаворит вот этот. Вот, Месси Секси. Очень нравится такое молочное латте. Капелька миндальности. Очень красивый аромат. Он простой, такой понятный. И я еще хочу сказать, что он очень комплиментарный. Я ехала за тестом от Андрея вот в этом парфюме. И на него сразу обратила внимание именно мы. Парень молодой мне сказал, что девушка как красиво пахнет. Просто вот незнакомый парень. Вот так вот. Потом еще мне нравится второй мой. На втором месте это Париж, Лос-Анджелес. Здесь Кока-Кола. Миндальные макароны. И чабрец. Ну кажется, что это будет что-то такое вот шипучее, яркое. Мне он пахнет как Кока-Кольная жвачка. Жвачка с Кока-Колой. Очень классный. Такой радостный. В общем, вот эти два у меня просто фавориты. Третий на третьем месте это Калифорниан Сноу. Вот тут уже немножечко такая другая сторона. Он зеленый и горьковатый. Он зеленый и горьковатый. Такое впечатление, что герань прямо в горшке смешалась с землей. И какой-то такой минеральный, пудровый оттенок. То есть немножечко землистость. Немножечко вот этой зелени такой терпкой. И легкая-легкая пудра. Потом аромат становится свежим. Он, наверное, самый такой необычный. Вот из этих. Вот буду империсус секрет. Считается более яркой версией масси секси. Но мне нравится именно масси секси. Вот своей вот этой вот мягкостью. А вот это... Вот это. Это ежегодная лимитка с флёждой оранжем. Она идёт в концентрации чистый парфюм. И попробовала. Он такой несладкий. Флёждый оранж тоже немножечко подпудренный. Ещё вот эти три. Ну вот на последнем месте у меня Фрэнклитн Бьютифл. Потому что там молоко. И... Потому что там молоко и печенье. Не люблю такое. Так. У Элда. Вот три аромата. La Finne du Monde. Remarkable People. И Тильда. Ну вот эти три мне очень нравятся. Все три. Ну видите, что тут много парфюмов от этого бренда. Но я показываю то, что мне нравится больше всего Хит. По-прежнему, я знаю, Жасмина сигареты. Попробовала Призрака. Но... Как-то скучно, Вастенька. В этом плане мне даже больше нравится... Вот этот вот аромат от Элабов как-то выразительнее. Потому что Элдовский тоже немножко как будто бы про жвачку и какую-то чистоту. Но вот тот как-то поинтереснее в оттенках. Пропробовала аномалию на коже. Вначале хотела себе его. Потому что сандал в базе очень здорово напоминает сандал. Интриги от HFC. Но на моей коже он как-то совсем очень тихий такой. Тут поразвалился. В общем, нет. Не мое. А вот здесь... А вот это вот ароматы Натали Лорсен, да? Вот этот вот бренд. Да, да, это Лорсен. Лорсен. Возрожденный ретро-бренд. Вот Луна была отсюда, да? Из этого бренда. Луна. Луна такая. Какой-то Луну мы нюхали. Вот мне понравилось. Нет, нет, нет. Это Суэрми была. А, Суэрми. Это Суэрми. Но у меня их нет чисто с Тироуми. Ну, все ясно. Семножка легендарная. Да. Она такая земляничная, иланговая. Да, там иланга много. Сейчас туберозу по-другому делаю. Вот как букет энкори. Она более современная тубероза, да? Да. Да, кстати, она такая приятная. А где она? Вот эти туберозы а-ля Марфа и кокаин – это туберозы позавчерашнего дня. Да. А вот эта, кстати, мне очень понравилась. Немножечко, если так, чтобы не иметь представление, перекликается с Майвэя Тармани. Я, кстати, не поняла. Вначале мы были здесь с подписчицей Леной и пробовали вместе. Она говорит, Катя, это Майвэй. Это не Майвэй. Тут настолько тонкие вот эти все переливы. Во-первых, она зеленее. Здесь нет вот этой вареньевости, какой-то никакой дешевизны. Аромат пахнет очень красиво. То есть такая вот тонкая, изящная туберозка. Ну вот сейчас попробую Асмантус. Я вообще Асмантусы люблю. Какой-то бал, да, пожалуйста, влезь. Слушайте, очень красивый Асмантус. Мне очень понравился. Он такой тонкий тоже, изящный. Чувствуется немножечко замши, такой легенькой. Ну, они, смотри, они как зарисовочки. Да, акварельный. Современный аромат. Очень красивый. Это вот то, что сейчас трензит. То есть легкость, прозрачность, невесомость и, я бы сказал, простота. Да, мне очень понравился. То есть это незамороченная вещь. Вот эти все перегруженные ароматы, это ароматы немножечко уже не трендовые. То есть бренды сейчас возвращаются к старому люксу, в хорошем смысле этого слова, который был понятен, сразу работал и все. Но я, людей, которые носят, например, серджев и берут вот эту вещь, они страдают, потому что они привыкли к этому нагромождению, к этому вечному, ой, чем от меня, ой, что это с дерганью. А тут просто идешь, динамичная городская девушка, вот так вот сделавшая перед зеркалом, ненакрашенная, побрызгившаяся, в легком платье побежавшая и красотка. Вот это вот мое, мне нравится. Вот этот отличный, вот этот аромат, очень красивый. Еще вот этот ликер Шарнель мне очень понравился. Ну, я его давно уже пробовала, но просто он каждый раз на мне по-разному открывается. В этот раз мне почему-то он спецовый, пряный, прямо как глинтвейн вначале, прямо чувствуется какой-то алкоголь, чуть ли не ром, очень красивый тоже. Но он больше такой зимний, согревающий. Вот эта тубероза, где-то тут она была, где-то с элангом, она пахнет очень дорого. Ну, вот сейчас еще чуть-чуть прошло время, этот ликер Шарнель мне очень нравится. Я считаю, что на женщине тоже он очень классно смотрится. Хотя Андрей его поставил в мужскую подборку, он говорит о том, что на мужчинах это смотрится просто обалденно. Но он не грубый, в нем такая приятная специальность. Мы тут посвящались, решили, что что-то немножечко и в сторону шерги есть. Но я чувствую вот эти вот пряности, какие-то пряничные. И очень они красивые. И здесь сейчас появилась красивая замуша. Правда, сам оттенок османтуса немножечко попроще стал, когда в какую-то шампуньку. Но все равно мне нравится благородный такой аромат, деликатный. Вот этого бренда мне очень понравилась новинка. Как же он назывался? Тот, который с сиренью. Такая как бы проклассическая вроде бы штучка, но современно сделанная. Пахнет прямо летним лугом, как будто бы вот эти все травы, цветы. Вот это все какое-то такое. Бабочки порхают, солнце ярко светит. Такая вот картина представляется. И очень-очень приятно. Только вот и все черепанк. Мне как-то писали про вот эту вишенку, говорили, Катя. Я уже ее давным-давно знаю. Вишня? Да, вишня. А, вот держи. Дай ему этот плотер. Ну, прям такая вишневая вишня. Вишневая. Вишневая вишня. Да, а потом кожа пойдет. Но на моей коже вот этот аромат. У меня стал выдавать базу через часа четыре идеального букета от Ксержов. Он у меня был, я его продала, потому что, знаешь, уже такая тема изъезженная. Но здесь поинтереснее вот эта вот вначале вишенка такая сочненькая. Ну, вот этот вот вайбик такой пробивающийся мне сразу же как-то... А Лос Черри ты пробовал? Да, конечно. Они похожи? Я просто давно пробовал, уже не понял. Ну, конечно, вот этот идет по стопам. Но мне кажется, Лос Черри, она древесная в базе. Да. И там прямо вот чувствуется вот эта алкогольность. Ну, древесная вишня. Древесная вишня. Их расхватывают как-то горячие курашки. Ну, вот. А здесь база, да, вот чем-то похожа на идеальный букет. Вот, по крайней мере, на моей коже так. А так классный, вишневый, сочный. Но он потом будет с кожаным оттенком. Так, светлив. Андрей тут приготовил. Сейчас он будет рассказывать про это все. Ну, вот этот, кстати, летом, он меня удивил. Он такой классный. Но он конкретный, да, унисекс. Хотя Андрей мне говорил, что и женщины его тоже берут. Он говорит, причем берут так. Возвращается, говорит, давай еще флакон. Этот светлив, светлив. Нюхни, конопля. Да. Какие-то специи, знаешь, как шурму. Когда готовят, крутят. Когда ел вот эту вот маркетку по-корейски. А мне, нет. Нет, а мне он напомнил, знаешь, вот это лето, выжженное поле такое. Вот именно летом он классно рассказывал. Ну, я знаешь, как ехала? Я ехала, значит, на мне был вот этот светлив на одном плече. На другом у меня была мессисексик. Где она тут? Вот эта штука. Я ехала и сама от себя обалдела. Потому что они так смешались. Вот эта такая сладенькая. Вот эти вот эти пряности. Я не могла понять, что это лучше пахнет. Я покажу, что я прям схватил с пола, прям быстро. Хужер вот такой у Филиппа Сарченеля и Аннуар. Я считаю, что я вообще лучший враг вообще во всей линейке, невзирая на лавс его. Но это для тех, кто любит эстетику Филиппа. Да? То есть все смолистенькое. Кипарисик, мой можжевельничек, тут тебе и мирт, и лаванда. Красивейшая вещь. Кто заценил, кто хоть раз поносил, становится рабом лампы. Люблю его безумно. Показывают себе. А я же уже его нюхну. Мне он очень понравился. Он прекрасен на мужчинах. Это четкий, конкретный, неразболтанный мужик. Такой прямо вот собранный, очень романтичный и одновременно аскетичный. Хотя аромат богатый, набит очень плотно. Делал Живодан компания такая, где у нас работает Квентин Биш. Вот. Следующий вариант динамичного мужчины. Аромат чарующий. Любят его почему-то женщины, хотя я считаю его мужским. Сладкие листья. Это тот случай, когда конопля перестает быть коноплю. Ее так красиво окружили зеленью, всякими мшистыми дубовыми штучками. Тоже мне понравился. Всяким эвкалиптиком, всякой травкой. Он такой будет облагороженной версией Пакарабана Пуром легендарной, старинной. Та более цитрусовая. Здесь цитрусовый блок есть, но он не основной. Аромат легкий, парящий, зеленый, динамичный. Для очень современного парня и либо девушки. Ну, девушки, которые ходят в таких бактинках. Доктор Мартинс. Наверное, будет вообще самое то. Теперь эстетская вещь. Парфюм Particulier. Дорогой бренд за счет вальтерспергеровских флаконов. Которые делают у нас для Форда флакончики. Мы смотрели. Вальтерспергер тоже делает флакончики. То есть, это одна из старейших французских мануфактур, которая просто очень дорогая. Тот, кто там заказывает стекло. То есть, это не штатный флакон. Он не из себя ничего вроде как и не представляет. Но раз ты туда обратился, заплатил же сразу безумную цену. То есть, половину стоимости коробки. Я покажу, как коробки выгляжут. А это у нас что? Итальянский фрактурировочный художник делает вот такие картинки. А, это вот это. Да, я сразу на них обратила внимание. Они там такие все интересные. И это вот его. У него это реальные татухи. Я вам покажу. Это реально. Да, классно. Здесь еще блю мандарин. Кстати, кто любил старое поло, но он кажется старомодным. Вот этот мандарин с имбирем делали Амели Ансо. Наши девочки, которые делали и Румтен Фифтин когда-то. Начинали линейку. И Александра Джи. Они у нас и Медитирозу делали. Они такие многостаночницы. Это Льеф Леер. Здесь они, вот ароматы все с какой-то изюминкой. Они все какие-то такие немножечко богемные. Сами коробки даже видите, да? Да, интересно. То есть, это такая настоящая артистическая парфюмерия. За что я люблю этот аромат? Это тоже конопля, как ни странно, с сельдереем. Но здесь потрясающе собранная штука. Это вот для мужчины декадента такого. Кирилл Серебренников, к примеру, да? Снимая жену Чайковского, должен быть в таком аромате. Он же такой полупрозрачный. Стильно носится, очень красиво. Мне чем-то напоминает даже... Кстати, любителям Форда может зайти, потому что это такой Ford Lights. Там у Форда очень много сгущенного молока. Там его нет. Красиво, да, стильно. Ценник не божеский у бренда, но все решаемо в нашем мире. Дальше я показываю вам, наверное, один из самых красивых табаков, которые я вообще знаю в Галактике. Здесь Долреевская база табачная. Это самая дорогая база. Ребят, Долреевские базы даже Том Форд, даже Эстиллаудер позволяла в себе всего лишь два раза. А в нескольких ароматах это позволяет себе Аврора. Чем интересен этот табак? Табак да табак, сладко да сладко. Но это не Баклея. Это не табак, ваниль. Это прям сигара сигара. Это прям сигарный клуб. Он и называется My Tuxedo. Мой смокинг. Абсолютно со стерзнем аромат. Красивейшие переливы. Дорогущая табачная база. Просто дорогущая. Вот этот красивый. Это дорого, понтово. Кто хочет закрыть для себя табачную тему, это квинтэссенс, это пик. У Эрми хороший бренд. Он ближе к такому, знаешь, глэмовому лакшери. То есть я бы не назвал это нишей. Здесь и парфюмеры те же самые. Морис Руссели, погнали. То есть здесь люксовые парфюмеры, которые сделали люкс 20 века. Поэтому здесь все правильно. Медовый табак. Да, мед тоже медом. Медовый табак с бобами тонка. База, смотрите, это не табачный абсолютно. Они называют базу каким-нибудь там словом. Я уже сейчас не помню. По табаку Дейли называется она. Ее можно если погуглить, найти, с чего она состоит. Собственно, я зашел на компанию, на Фременишевскую, и посмотрел, что Дел Рей сположил в базу. Они все не раскрывают. Это коптив. То есть да, он похож на все табаки, но это экстракласса. Понимаешь? Сборка. И вот когда ты такую дорогую сборку делаешь, он все равно выигрывает на фоне других. В длину, в долготу, в нюансировке. И он дорогой, реально. Одна из моих любимых штучек. Это Альф Швагер. Еще раз возвращается к переработке шипровой темы. Он делал такой полуденный отдых фавна, который очень тусклый, на мой взгляд, для такого названия. Ну, красивый, но тусклый аромат. То есть здесь ярко все очень. Очень ярко. Здесь мыльная пена, ландыши, дубовый мок. Сумасшедший шлейф на мужиках просто отпад. Мужик уже стильный здесь. Наглец, негодяй, красавчик. Прям вот. Прям вот. Вот это мыль пена немножко сбивает людей. Они бреются, знаешь. Я даже не чувствую пену. Вот тогда бреются прям, дорогое мыло. После табака он вообще такой легкий. Легкий, да. Но он не легкий, когда если не после табака. Но очень красивая база на самом деле. Я поражен. Это деконструкция шипра. Это шипра перевернута сюда, на голову. Но абегиды добавлены. То есть несвойственная шипра. Вот в его структуре, да, компоненты. То есть это прямо вот, знаешь, как разобрали шипр и пересобрали. И взяли другие пазлы из других парфюмов. Очень новаторская вещь. Он такой помоложе, чем все вот эти ароматы. Будет очень модно смотреться. Современно. Вот это уже постмодерн. Это уже чистая современность. То есть это знаковая вещь, которая развивает парфюмерию. Если здесь прямо опираются на старые фужеры и здесь опираются с убранных из новых материалов, то здесь прямо новаторская работа. Вот. Это ликер-шарнель она уже рассказывала. Табак, специи, деревяшки. Кашемировый свитер. Мне очень нравится такой образ мужчины. Это такой парень, которому можно доверять. Он не притерный, не перегруженный ревом, не перегруженный удом. Опять же, по поводу удов. Я сейчас покажу. Смотрите. Новые уды, которые сейчас... Вот оптимальный аромат, я считаю. Оптимал. Когда человеку нужно решить задачу, чтобы взять аромат для всего, но у него мало денег, например. И в то же время пойти и на работу капельку капнуть, и сходить на бал, на какой-то маскарад, на свидание и так далее. Ему нравится а-ля Удвуд и так далее. Вот у меня человек, которому нравится Удвуд, Удвуд задвинул на заднюю полку. Носит неделю запоем. Вот Эксплоуд, Жак Джагадо делал. Стойкость и оптимал цена, качество сборки. Отличный современный Уд. Без сдохлых кобыл, без лепешек коровьих. Очень сильно носится. Эксплоуд. Вот. Есть же такие же вещи и в других брендах, но это уже отдельная история. Прямо мужчинка, мужчинка, мужчинка. На женщине будет too much. Слушайте, а мне немножко вот этими мускусами теренцовскими... Ну, смотрите, мускусы, чтобы вы понимали, вот эти велетоны, мускатоны, и сейчас еще два новых мускуса дорогих, которые в Starway to Heaven лежат, они безумно зарокян применяла. Их кладут везде. Это как амбраксан. В 90% парфюмерии. Для чего? Чтобы создать немножко вот это движение, фруктовость какую-то дать, чтобы сгладить деревяшки более жесткие, дымные. Их надо как-то немножко смягчить. И вот эти мускусы придают немножко и плоти вроде бы, и легкости какой-то, и какого-то пространства. Поэтому при сборке их применяют, никуда от этого нет. Когда люди плачут о том, что надоела вот эта парфюмерия, других компонентов нет, ребят. Все, привыкайте, либо не привыкайте. Аквасос, черная минеральная вода, могут носить женщины, но для меня очень красив на мужчинах. Лаконичный, и у него мне что нравится, знаешь? Он такой щелчок пальцев. Вот такие четкие ароматы конкретные, это тоже тренд. Не надо вот этой размазни, не надо вот этой какой-то каши. Вот конкретный парень заходит такой, ну не ковбой Марборо, но как минимум все понятно. Да, тут такой современный аромат. Современный аромат, да. Ее на самом деле делает очень современную парфюмерию. И за что я его люблю, он может оттуда тоже брать кирпичи, но делает это по-своему все равно. Он не копирует, то есть он все-таки создает тренды. Что-то удается, что-то нет. Он тоже многостаночник, я бы его притормозил, прикрутил бы ему немножечко. Ну, посмотрим. Может надо сделать 10 ароматов, чтобы один был хороший. Вот это два прекрасных аромата. Смело мы за глаза можно покупать, даже не париться. Витивер, ну я люблю витивер. Взял вот этот, хотя сейчас приедут два новых витивера, не буду говорить каких-то новаторских, современных. Они будут сделаны из нового материала. Мне интересно посмотреть, что же теперь можно еще раз сказать про витивер. Здесь очень красивая база. База сандаловая просто сумасшедшая. Когда вот эта горечь уляжется безумная. Ве-вельвет. Пугающая немножко. Все будет хорошо. Ну, я люблю на мужчинах витиверы. Я считаю, что это удача, что нам Боженька подарил этот материал. Они на мужчинах. Какие бы там дорогие духи не были, но витиверовый аромат никогда не проиграет никакому аромату другому. Он тоже такой воздушный. Вот чем хороши витиверы, они вот в равных условиях. Человек может быть стоять за 75 в духах. Какой-нибудь замороченный там бодичей в ханумане. Витивер может выиграть даже. Вот может выиграть. Вот так ни странно. Вот этой четкостью, вот этим щелчком пальцев. Не случайно же Агерлен говорил, что витивер это самое главное в профюмерии мужской. Дальше. Закончим, наверное, вот этой страшной вещью. Наконец Синьёка официально приехала в Россию. Я ими давно торгую. Но вот теперь они совсем официально. Эта страшная вещь Эван Макканах сделал шотландец. Уже понюхали. Очень страшная вещь. Это грузовик с навозом. Попа коня. Ну, попа коня. Мне, по крайней мере. То есть, если вы хотите быть вот совсем подоншим, негодяем, прийти, просто изничтожить всех, покупайте смело, вы будете просто уничтожителем. На самом деле, его с четвертого раза где-то я хоть как-то принял. И в нем есть красивые моменты. Но ты только расслабишься и думаешь, какая благодать. И вот она опять. Опять конь. Опять дохлый конь. Ну, для любителей Гуччи Гилси, вот этого абсолютно. Мне кажется, это продолжение. Ну, тут жестче. Тут все гораздо жестче. Ну, наверное, это сейчас самый жесткий аромат и страшный. На эту сию? Тех, которых, да, я вообще пробовал. Если хотите быстро завершить переговоры. Да. В вашу пользу. Все было в вашу пользу. Люди подписали все. Еще сказали, что они вам должны, только уйдите. Ну, как раз, это самый случай. Крепче за баранку держись шофер. Хотя, если человек такой немножечко более творческий, он найдет там очень много вещей. Кстати, посмотрите, автор ароматов на фраге. Посмотрите, что он делал. У него очень крайняя работа. Он сделал очень много культовых, страшных вещей, которые так и не доехали в Россию. Но это все первобытное. Очень много животины. Там не просто ут. Там лежит света, бобровая струя. Там лежит айвер-корень. Там лежит нагомоток. То есть все жесткие темы, такие маслянистые, кусачие, натуральные. Это вот вопрос о том, я так хочу натуральное, ну на. На. И умер там. Так. В общем, я надеюсь, что у нас получилось. И мы выполнили запрос в виде такого подарка к 23 февраля для мужской части аудитории. Я надеюсь, что вам понравилось. Мы старались. Оставляйте комментарии. Я поздравляю всех мужчин с наступающим праздником. Желаю, естественно, здоровья, успехов, любви. Защитникам нашим возвращаться домой целыми и небредимыми. И всем нам мирного неба над головой. Всем пока-пока. Всего вам самого наилучшего. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.